Привет, друзья! С вами Константин Горбунов, и сегодня такая серия болтовни. Давно я не болтал с вами на разные темы, не только связанные с Директом, и сегодня я решил затронуть довольно-таки... Для многих, кстати, покажется, что тема вообще не актуальная, и, наверное, это будет правильно и справедливо для малого бизнеса и для микробизнеса совсем, у которого количество сотрудников, ну, условно, 2, 3, 5, особенно если они работают даже в черную. Но, тем не менее, как только вы начинаете выходить на более-менее какие-то обороты, у вас появляются сотрудники, и одним из сотрудников в любом случае у вас появится управленец, то есть либо коммерческий директор, есть еще директора по развитию, еще различные директора, это как генерал, который управляет оркестром вместо того, чтобы управлять армией. Но, на самом деле, в любом случае у вас появятся управленцы, и я сегодня хочу именно спросить вас, возможно, пообщавшись, почему же так мало хороших управленцев сейчас? Ну, естественно, мы давайте сразу определимся, что во всем мире мало хороших управленцев, и кто-то говорит, что это дается от бога, ну, то есть просто приходит с генами, кто-то умеет красиво, хорошо сказать, связать два слова и замотивировать какую-то определенную часть толпы, не всех, особенно если это коллектив, ну, потому что в коллектив это отдельный такой организм живой, у которого есть отмирающие ткани, есть ткани, на которых все держится, да, какие-то различные органы, ну и тому подобное. Вот, и, естественно, если мы говорим про весь мир, то, и в сравнении с Россией, то все-таки менеджеров хороших очень мало, это буквально там меньше одного процента, ровно так же, как предприниматели, причем предпринимателей-то даже побольше. Почему? Ну, во-первых, предприниматель – это тот самый человек, который просто предпринимает. Даже человек, который просто берет в одном месте подешевле и продает подороже в другом, это считается предпринимателем. Я напомню это. А менеджер или управленец – это человек, который занимается работой с некоторым таким процессом, в котором завязаны не только какие-то продажи, да, или что-то такое, или просто, допустим, вы сделали какой-то сервис, и сервис сам автоматически генерирует деньги, что, кстати, тоже является предпринимательством. Управленец или менеджер хороший, он работает с персоналом, с сотрудниками и каким-то образом пытается наладить бизнес-процессы, либо их улучшить, либо занимается их просто поддержанием, но, наверное, чем-то еще занимается. И поэтому, опять же, управленцев очень мало. Управленцев и предпринимателей одновременно еще меньше, потому что тут можно как бы делить, делить, делить. Ну, вы, наверное, понимаете. И давайте поговорим, почему же... Ну, начнем, наверное, вот как раз с какой-нибудь Америки. В Америке, разумеется, управленцев больше, и это видно. Да, они, конечно, относятся к сотруднику своим, возможно, более холодно. Кто-то скажет, управленцы – это такая вещь. Ну, естественно, когда у вас есть начальник, вы всегда будете считать его либо самодуром, либо... Ну, то есть нет таких людей, которые к начальнику относятся никак, либо хорошо, либо плохо, тут как прямо покойники. Но в любом случае, если это ни рыба, ни мясо, то это не начальник, это какое-то непонятное переходное звено. Собственно, чем отличают Россию от Америки в первую очередь? Это, естественно, образование. У нас, как вы знаете, факультетов по менеджменту очень много. Я могу сразу сказать, я сам отучился на менеджмент, у меня есть одно из образований, это, по сути, менеджмент, и я могу сразу сказать, там не учат одному, как работать с людьми. Так как вы не умеете работать, ну, да, вы что-то уже учитесь каким-то алгоритмом, да, вы понимаете примерно, что такое бизнес-процесс, да, вам, наверное, будут вкладывать в голову, что с этими бизнес-процессами надо работать, но забывают говорить о том, что там еще есть люди с этими людьми, надо уметь работать. И если вы хотите стать менеджером, то в первую очередь надо уметь работать с людьми. В образовании в российском об этом забывают. В американском я не говорю про MBA или что-то еще, но, тем не менее, даже просто если посмотреть какие-то обучающие ролики, именно американские, я не говорю, опять же, за Европу, я сейчас говорю именно Америку, то там видно, что идет именно работа с людьми, когда обучается какой-то менеджер. Второе. Это, разумеется, опыт. Опыта у нас еще меньше в разы, чем любого там американца, потому что американцу устроиться на какую-то профессию, ему сначала надо пройти от низов вверх, и ему теоретически это возможно, только по причине того, что, опять же, он идет на каком-то очень низком уровне. Ну, начнем с низов, да. Человек, например, устраивает с плотником. Он стучит, 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 и дальше он изъявляет какую-то либо внутреннюю энергию излучает, либо он изъявляет просто желанием руководить двумя-тремя людьми. И, естественно, у него появляется некая маленькая бригада, которую он каким-то образом... Он берет за нее ответственность, он берет некие такие стадные вожака, да, какие-то функции вожака в стае, и начинает каким-то образом руководить процессом. Небольшим, конечно. Потом, естественно, появляется еще одна бригада и так далее. Он становится бригадным генералом. Ну, в общем, он растет. И это как раз складывается опыт. Из этого складывается опыт. И, ну, опять же, сейчас, если мы берем Россию, то в России у нас проблемы с тем, что у людей просто тупо нет опыта. У нас есть очень много сейчас предпринимателей, которые просто приходят, ну, по сути, поучились в институте, и сегодня мы будем раскручивать паблики. А еще мы завтра будем продавать пеленки. А послезавтра мы будем с вами продавать монстр, эти, битсы, байдре и тому подобное. А потом мы будем продавать какие-нибудь строительные дома. И при этом они не понимают, естественно, как и из чего состоит. Ни дом, ни из чего состоит. Что-то дальше продажи не видят. Почему? Потому что у них нет опыта работы с людьми. То есть управленческое вот это начало, оно пропадает. В Америке, к сожалению, или к счастью, не так. То есть в России, естественно, можно стать относительно богатым человеком за очень короткий промежуток времени, именно исходя из того, что не надо проходить никакой путь. И управленцем становится тот человек, который просто, по сути, либо громче орет, либо может доказать свою, отстоять свою мысль и хотя бы трех-четырех человек вокруг себя сплотить. Давайте будем честными. В Америке это не так. В Америке вас просто пошлют. И это хорошо или плохо, сложно сказать, но это существует, тем не менее. С сотрудниками, если ты, опять же, какой-нибудь... Даже вот я работал в IT-компании, я могу сразу сказать, я как бы начинал с низов, я был программистом, и чтобы вырасти, ну, даже, особенно в каком-нибудь госпредприятии, там очень тяжело, просто потому что тебя дальше будут давить. Тебя ни в коем случае... Даже если ты очень хороший управленец, тебя просто никуда не посадят. Либо будут, дадут тебе такую возможность, ну, тебя такие повесят... Ответственность именно, я хотел сказать другое слово, ну, пусть будет ответственность, с которой ты просто тупо не справишься, не вывезешь, потому что, опять же, нужно сначала человека вырастить в каких-то небольших... в небольшом хотя бы инкубаторе, как делают в Америке, опять же. Поэтому у нас управленцев, которые умеют работать с людьми, с бизнес-процессами, их налаживать очень мало. Еще дополнительно к опыту стоит отнести неизбежность фиаско какого-то, то есть надо поработать в нескольких коллективах. У нас очень часто люди работают там, ну, особенно если мы берем какой-нибудь СССР, мы берем поздние СССР, там, 80-е года, 90-е года и так далее. Многие люди работали на одном месте всю жизнь. И, естественно, работая в одном коллективе, даже если ты становишься там, опять же, управленцем, у тебя опыт очень-очень однобокий. То есть когда ты придешь в другой коллектив, шанс, что ты что-то более-менее приличное сможешь организовать, он 50 на 50, либо да, либо нет. И только у человека, который прошел через несколько коллективов, который собирал не один коллектив, причем очень часто, кстати, у нас еще передаются коллективы, то есть у нас просто условно уже есть собранный коллектив, и с ним надо работать. Все, ничего не нужно от тебя, просто работай. Это, конечно же, не опыт. Ну, какой-то опыт в какой-то мере, но не собирание коллектива с нуля. Это совсем другой конструктор, и если у тебя нет опыта сбора коллективов там в трех, четырех, пяти областях, ну или просто попыток, да, то, естественно, опыта у тебя нет. Дальше. Естественно, опять же, третий пункт. Управленцы не хотят побывать в шкуре сотрудника, работника. Многие хотят из человека выжать все соки. Стоит признаться, я когда был молодой, я, естественно, был очень-очень, ну такой максималист, и тоже так делал. Опять же, по неопытности, когда еще работал, кстати, да, опять же, я работал, и я считаю, что это тот самый опыт, который тоже необходим. Если вы не работали на работе никогда, вы сами не были никогда сотрудником, то вы никогда не поймете, что это такое. И настоящий сотрудник, управленец, это тот, который вышел хотя бы из работника какого-то, то есть он умеет выполнять приказы, хоть какие-то, потому что если человек сам не умеет ничего делать, пришел и пытается каким-то образом надавить, это неправильно. То есть он должен себя показать, как человек, который умеет коммуницировать с сотрудниками, который их понимает. Ну, это, естественно, большая проблема. Повторюсь, кто-то скажет, да ладно, Кость, что ты умничаешь, но это ведь действительно так. Кстати, то же самое в тех же самых инфобизнесах и обучениях, потому что многие люди не хотят понимать проблемы других. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо, но когда ты не понимаешь других людей, то обучить такого человека, ты ему, наверное, чему-то расскажешь, информацию какую-нибудь выдавишь, но обучить, заложить какие-то знания, и чтобы эти знания человек применил, это будет катастрофически сложно, если ты его не понимаешь. И здесь примерно такая же ситуация. Дальше, конечно же, управленцы не являются предпринимателями, это не плюс, не минус, это факт. Повторюсь, что многие управленцы и не собираются быть предпринимателями, это им не нужно, они идут в крупную компанию, и они хотят в ней устроиться и работать, например, с 20, 30, 40, 50, с 1000, возможно, человек. 1000 у нас, опять же, крупных компаний, как таковых в России, на 1000 человек практически нет, и управленцев таких единиц, поэтому мы их вообще брать не будем, там всегда места заняты. Мы будем говорить про управленцев, которые нужны здесь и сейчас для малого бизнеса, для 20, 30, 40 людей, которыми нужно действительно уметь управлять. И здесь очень-очень много проблем, потому что именно либо хороший управленец, он на вес золота, он уходит в крупную компанию, и там, естественно, он будет зарабатывать хорошие деньги, и он очень играет роль именно в команде, и он никакого отношения не имеет, так как это крупное ООО, там есть какое-то количество советов, директоров и так далее, и он никаким образом не зависит от того, что сегодня у нас все замечательно, завтра все плохо, и владелица вот так вот за голову хватается, где взять денег, и у него таких проблем нет. Но, тем не менее, есть рисковые, и это очень маленькое количество управленцев, которые могут играть вместе в тандеме с предпринимательными, то есть, есть предприниматель, который умеет, предприниматель, это не тот человек, который должен работать с работниками, предприниматель, это тот человек, который должен каким-то образом взять деньги на бизнес, Он должен придумать бизнес-идею, он ее должен кое-как провернуть пару раз, то есть получить какую-то оборотку, показать, собственно, управленцу, что эта схема работает, а управленец должен эту схему поставить на рельсы, чтобы она куда-то двигалась. Все. И поэтому, когда люди пытаются одновременно и управлять персоналом, и быть предпринимателями, от этого получается очень-очень проблемно. Я прям могу сказать на своей шкуре, потому что я пытался заниматься тем и другим одновременно. Этим не стоит. Не стоит, бро. Вот. И, естественно, если вы хотите быть предпринимателем, то будьте предпринимателем, не лезьте в менеджмент и просто наймите человека. Но если вы еврей и не хотите платить управленцу условно 200 тысяч рублей, но при этом хотите расширяться, ну тогда извольте. Тогда как хотите себя душите. Это, конечно, будет очень весело. Ну, потому что управление тоже занимает достаточное время. То есть, построение бизнес-процессов, создание микроклимата в вашем коллективе, он все равно существует. То есть, если у вас не два человека работают, у вас все равно какой-то коллектив. И сегодня у вас хорошее настроение, завтра плохое. И в коллективе, конечно, разумеется. Причем даже ваше настроение, оно может как-то влиять на коллектив. Это как-то и хорошо, и плохо, разумеется. Хорошо, когда у вас хорошее настроение, и у коллектива хорошее, и плохо, когда у вас плохое, и у коллектива плохое. И не задается ничего. Потому что вам надо будет тратить время на обустройство этого всего. Вам надо будет заниматься, опять же, оценкой статистики. Вам надо работать, ну, так как это микроклимат, вам надо заниматься поддержанием какой-то обстановки. То есть, просто смотреть на цифры и показатели человека и говорить, что ты не справляешься, ты уволен. Так не получится. Я не говорю сейчас про подбор персонала. Тут может быть и отдельный человек, и у вас может быть воронка сотрудников быть. Это не вопрос. Но, опять же, микроклимат какой-то должен быть. Иначе это будет просто, по сути, перемывание с новых сотрудников и пережевывание их. Это не то, что вы бы хотели в нормальной, более-менее быстро растущей или просто растущей компании. Потому что на этом нельзя построить компанию, которая будет там условно из 40, из 50 человек в команде. И дальше начинаются еще больше проблем, потому что у вас появляется какая-то экосистема, и в этой системе появляются бизнес-процессы. Там есть, естественно, CRM-ки, там есть какие-то определенные правила работы. На каждое определенное место у работника должна быть должностная инструкция и тому подобное. Ее все надо писать. Ну, то есть, это время. Если вы предприниматель, и вы тратите на это время, это очень плохо. Сразу говорю. Ну и дальше, собственно, пытаются построить систему не из людей, а из показателей. Есть многие люди, которые действительно пытаются построить такую себе систему. И я считаю, что такой коллектив... Ну, это уже не коллектив. Многие, конечно, скажут, что сейчас 2018 год, и я с ними отчасти соглашусь, что не СССР, не 90-е, не 2000-е годы, не начало даже 10-х, а 18-й год. И все можно собирать из показателей. Я согласен, бесспорно. Но для того, чтобы человек закрепился у вас в... Ну, то есть, рос, да, каким-то образом и рос ваш коллектив, и росли какие-то продажи, то сотрудник должен проработать какое-то время. Очень часто у сотрудника бывают свои какие-то определенные циклы жизни. То есть, он должен прийти, он должен проадаптироваться. Это очень редко, когда приходит человек, и вы из него сразу понимаете, что он, да, отличный или, да, он плохой. Естественно, какое-то проходит время, и да, из показателей можно понять, что человек либо норм, либо вроде вообще хорошо, либо очень плохо. Если очень плохо, опять же, это можно разделить на две части. Либо человек не подходит под коллектив, либо человек просто не хочет работать, не справляется со своими обязанностями, и у человека еще какие-то проблемы. Ну, наверное, в случае маленького коллектива это неинтересно. А если у вас человек проработал год, и вдруг начинает плохо работать, что тогда? Вы его тоже сразу уволите? Ну, как-то это не очень правильно, потому что такого сотрудника, если правильно замотивировать, он либо обратно вольется и нормально будет работать, либо, да, он пойдет по бороде, и его надо будет уволить. И, собственно, это тоже задача управленца. Вот, и все. Я уж не говорю про то, что есть люди, которые сегодня они отлично работают, завтра они отлично работают, послезавтра надо поставить, выставить человеку задачу, он с ней, например, не справляется. И если вы не можете, опять же, с человеком найти какой-то общий язык, ну, вот, давайте я даже самый простой пример приведу, сервис AdPump. У нас есть ребята-прогеры, и с прогерами надо тоже уметь находить общий язык. Так, я не могу взять человека, просто взять, уволить, например, потому что он говорит, я хочу больше денег зарабатывать. Я, наоборот, спрашиваю, сколько ты хочешь зарабатывать? Если он приходит с просьбой увеличить зарплату, я не могу сказать, все, ты уволен, я пойду сейчас следующего найду. Это, во-первых, экономически невыгодно, ну, то есть, надо пообщаться с человеком, понять, что хочешь, зачем тебе эти деньги. Может, ты хочешь машину купить, может, ты хочешь там еще что-то сделать. Может, человек завтра хочет уехать на Бали жить, а ты об этом не знаешь. Ну, условно говоря, у тебя есть какой-нибудь хед-менеджер, который работает с проектом, условно, год, и завтра он хочет, у него есть какие-то свои планы. А найти послезавтра хед-менеджера – это проблема, то есть, ты будешь послезавтра, послепослезавтра искать и еще. Ну, то есть, надо какого-то сначала человека вырастить. И все это надо знать, то есть, нельзя просто построить микроклимат, опять же, в своей компании, если компания у вас, конечно, не Арифлейм, которая просто пережевывает людей, да и то верхушка, и более-менее постоянные сотрудники, они имеют свою какую-то организацию с управленцем во главе. Ладно, это мы уже вовнутрь пошли. Давайте я сразу подытожу все-таки, как стать хорошим управленцем. И, наверное, главный вопрос – что ты завелся-то, Костя, что ты эту тему поднял? Я могу сразу сказать, что управленцев просто очень много людей приходят, спрашивают, Костя, как стать хорошим управленцем и можно ли стать таким же управленцем, как ты? Я бы не сказал, что я очень хороший управленец. Почему? Потому что у меня есть сотрудники, конечно, но я стараюсь быть больше предпринимателем. И я понимаю, что у меня в главу угла все равно встанут отчасти деньги, и когда есть у вас выбор между деньгами и управлением, вы, наверное, будете выбирать все-таки деньги. Но есть люди, которые управлением хотят заниматься и в главу угла ставят, опять же, свой коллектив и прочее. И очень частые решения даются, ну, человеку очень тяжело даются такие решения, и поэтому лучше просто посадить отдельного человека. И когда вы пытаетесь найти управленца хорошего, вот здесь начинаются очень большие проблемы. В себе воспитывать, там, заниматься этим 5 лет я вообще не рекомендую, если вы предприниматель и хоть чуть-чуть с головой. Ладно. Первое. Разумеется, чтобы стать хорошим управленцем, нужен опыт. И здесь сразу ставится крест на всем, на том, если вы хотите поучиться пойти стать управленцем. Без опыта вы управленцем не станете. Это значит, что вам надо собрать несколько коллективов, возможно, разрушить несколько коллективов, возможно, просрать чьи-то деньги, чтобы на вас, ну, какая-то ответственность, которая будет возлагаться, чтобы вам прям, извиняюсь, по шапке настучали. Ну, в принципе, я правильно стукнул. Потому что так же будет какой-нибудь предприниматель стучать головой вашей об стенку, если что-то не так пойдет. Ну, в общем, это надо все пережить и получить этот самый опыт житейский, который многие люди считают, что, ну, как бы обходят стороной. Из вуза, когда вы выходите, поверьте, там ничего этого нет, даже близко. Второе. Это лидерские качества и умение слушать других и плюс игра в команде. Причем это разные, разумеется, вещи. Лидерские качества – это значит, что вы должны уметь каким-то образом А. Давить на людей. Обязательно. Если вы не умеете давить на людей, это значит, что у вас нет лидерских качеств. Б. Мы говорим о том, что человека, разумеется, надо уметь воодушевлять. Третье. Обязательно надо человеку уметь залезать в мозги и показывать, что ваше решение, которое вы принимаете, оно либо единственное правильное, либо он должен с ним смириться. Четыре. Кроме одного человека, да, есть коллектив. И с этим коллективом, с несколькими людьми тоже надо уметь работать, потому что когда вы ставите, гнете одну линию, они гнут другую линию, там, например, двое из четырех, то значит, надо либо с этими людьми каким-то образом какую-то работу производить. Это значит, что есть некая игра в команде, и вам придется с ней мириться. Либо, опять же, с людьми вы взаимодействуете, что ваше мнение, ну и так далее, и так далее. То есть, простраиваете некую такую шахматную партию, которая либо должна привести к вашей победе, либо вы, опять же, очень плохой стратег и так далее. Ну и, разумеется, слушать других, потому что, слушая других, вы намного проще можете укрепить свои лидерские качества. Поверьте на слово. Но при этом надо уметь людей успокаивать, угомонить и ставить грамотные вопросы, от которых люди, когда будут уходить, да, и не отвечать на них, пытаться каким-то образом с вами не взаимодействовать, от такого человека намного проще будет отказаться, в том числе и вам, и всему коллективу, потому что вы, как бы, правильно его покажете. Саботажников, так называемых. Вот. Ну и, собственно, поощрять не любимчиков ваших, а за настоящих сотрудников. Это тоже, кстати, сложная проблема. Принятие ответственности. Ответственность за коллектив, за бизнес-процессы и все то, что происходит внутри, именно того, за что вы взяли ответственность. Потому что, когда вы берете ответственность, у вас должны быть четкие границы. У предпринимателя четких границ нет. Ну, кроме, наверное, законов Российской Федерации. Остальные, остальная ответственность прописывается им для управленцев. То есть, где ваши границы, где и чем вы конкретно будете заниматься. У управленца есть некоторые рамки. И тут и есть зона принятия ответственности. Естественно, отбор персонала и работа с персоналом не подбор, а отбор. Отбор к себе, в команду. Не подбор. Подбор мы сюда никаким отношением вообще не относим. Не относим. Ну, просто да, естественно, можно подбирать персонал извне и себе самому. Если, опять же, вы берете ответственность за то, что вы сами себе будете набирать коллектив. Либо, опять же, будете отбирать персонал из того потока сотрудников, соискателей, которые приходят именно к вам. И работа с персоналом именно работа. Потому что с человеком в любом случае работать необходимо. Да, естественно, у меня есть сотрудники в компании, с которыми я никогда вообще не разговаривал. Привет им отдельное. Они знают, что на них некое такое лежит бремя. Но, опять же, с ними работают именно управленцы и менеджеры. То есть, как хотите, можете их разделять. Аккаунт менеджеры кто-то еще что-то придумывает. Проджект менеджеры, еще что-то. Это управленцы в любом случае. И они с ними работают. Я же занимаюсь предпринимательством. И слушать своих сотрудников. То есть, опять же, надо влезать в их шкуру и понимать. Потому что у вас есть те же самые управленцы, которые, например, у предпринимателей работают. Это тоже некая взаимосвязь с ними происходит. И в любом случае надо слушать их. Надо принимать то, что они говорят. И, да, естественно, какие-то, возможно, стратегические решения, которые предприниматель хочет сделать, их стоит обсудить с менеджером. Некоторые вещи, конечно, не стоит обсуждать. И надо делать просто так, как считаете вы нужным, потому что бизнес именно ваш. Пока вы, естественно, не дошли до совета директоров, где в любом случае вам придется обсуждать очень много различных моментов. Ну, или руководств, да, когда есть директора управляющие. И есть некое количество партнеров, с которыми мы вместе открывали бизнес, инвесторов, еще что-то. Тогда это другая история, естественно. Но да и то с этим надо уметь тоже работать. Но это отдельная история. Это уже как раз предприниматели, которые должны уметь работать со своими партнерами. Кстати, которые тоже в большинстве случаев в партнерстве работать люди не умеют. Но это уже, наверное, не к управлению относится, а к переговорам. Вот, господа. Ну, наверное, какой-то итог я подвел. Надеюсь, было интересно. Надеюсь, вы понимаете, чем отличается предприниматель от управленца, от менеджера. Обязательно пишите свои комментарии. Возможно, где-то я не прав, потому что я, естественно, высказал абсолютно свое мнение. Я уверен, что у вас есть свой собственный опыт. Я пытался его просто таким образом, каким-то образом локализовать за последние, там, условно, 2-3 года. Если брать в какой-то отрезок, там, за 10 лет, наверное, у меня бы мнение такое плавающее было по поводу управления. Но сейчас оно именно такое. Уверен, что вы вполне в комментариях сможете написать, либо я прав, либо не прав, и каким-то образом аргументировать это все. Засим все, господа. Если понравилось видео, ну, поставьте лайк, в конце-то концов старался. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!